МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услугами инновационной инфраструктуры в 2017 году воспользовалось более 1200 предпринимателей. Еще 108 предприятий прибегли к помощи регионального центра инжиниринга. По итогам реализации программ уже вложены инвестиции в размере 464 миллиона рублей. Центр сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской республики в 2017 году провел более 1400 испытаний, что позволило предприятиям наладить поставки в РЖД, Россети, АО «КамАЗ» и не только. Проведены испытания по техническому заданию зарубежного генерального подрядчика строительства АЭС в Индии. Сложены Центры молодежного национального творчества. У нас на сегодня их 4 действия, 2 в Чебоксарах, 1 в Шумерле и 1 в Мариинском посаде. Тоже в том числе с помощью, вернее при поддержке Центра молодежного творчества. Наши студенты, молодые люди сегодня разрабатывают ряд проектов, в том числе автоматический коммутатор нагрузки, который победил во всей России в конкурсе «Сколка». В индустриальном парке города Чебоксара уже открыты первые производственные площадки. Планируется запуск еще трех производств. Процентные ставки по микрозаймам для бизнеса снизились вдвое. В настоящее время с агентством заключено 513 договоров на сумму почти 585 миллионов рублей. В Чебоксарах завершается подготовка к отопительному сезону. К подаче тепла готовы все 119 котельных. В плановом порядке отремонтированы котлы. Особое внимание уделяется подготовке жилого фонда. Промыты и опросованы 1805 домов из 1830, то есть 99% от плана. Осталось 25 многоквартирных домов, где проводится капитальный ремонт системы отопления. По прогнозам синоптиков, погодные условия, при которых должна начаться подача тепла, наступят к концу сентября. Потребителей планомерно подключат в течение 5-7 дней. Первым тепло придет в больницы, детские сады и школы. Борьба с коррупцией активно ведется во всех органах государственного управления республики. К примеру, в Министерстве здравоохранения работает специальная комиссия, телефон доверия. Проводятся профилактические мероприятия и внеплановые выездные проверки. По итогам одной из них были выявлены нарушения. Мы доложили руководству республики, по поручению была проведена проверка нашим ресурсным центром. И по итогам проверки мы нашу информацию передали силовой структурой для правовой оценки. В Министерстве подчеркивают, часто коррупцию в системе здравоохранения провоцируют сами пациенты, которые предлагают за помощь разные поощрения. Если мы сегодня пришли работать в систему здравоохранения, мы должны работать открыто, прозрачно, честно. Люди приходят с проблемами в здоровье. Ценнее здоровье? Нет. Поэтому вот здесь принципиально, вот моя личная принципиальная позиция, любой пациент, который пришел сегодня в наше учреждение здравоохранения, должен получать квалифицированную медицинскую помощь. В этом году должны завершиться работы по созданию дорожно-тропиночной сети в однокомплексе Амазония. На это выделено более 50 миллионов рублей, а освоена половина суммы. Сейчас благоустройство парка продолжается. Буквально 10 дней назад с ходом работ в Амазонии ознакомился глава Чувашии, и увиденное ему не понравилось. Темпы и качества оставляют желать лучшего. Угроза есть, что при неосвоении денег, при незавершении, просто могут приостановить финансирование, и деньги останутся на следующий год на другие цели, на другие проекты. Ну как освоить при таком темпе? Электричества нет, тротуара еще нет. 20 дней осталось по контракту. После этого работа в однокомплексе активизировалась, говорит представитель инвестора. Увеличено количество рабочих на объектах. На данный момент мы видим, что закончена дорожка соединительная с центральным входом к водоему влюбленных, закончена дорожка, соединяющая водоем влюбленных, и восточный вход с зоной аттракционной, центральная площадка тухи закончена, здесь оборудован спуск для мам с колясками маломобильных. Идет установка опора освещения. Благоустраиваются участки вдоль дорог. Подрядчик обещает засеять их травой и посадить кустарники до 1 октября. Подрядчик двигается в хорошем темпе, и я думаю, те обязательства, которые были взяты перед главой, сдать до 1 октября, они будут выполнены. Но остается еще большая работа по укладке брусчатки по так называемой 14-й дороге, которая соединяет колесо обозрения с центральной площадкой парка. Рабочие трудятся в две смены. Одновременно работают порядка 120 человек на разных объектах. На территории 60 гектаров. Оправдывается инвестор. Но поможет ли это уложиться в срок, узнаем через 13 дней. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Финансисты Чуваши отметили профессиональный праздник. От профессионализма финансистов зависит благосостояние отдельной организации, отрасли и региона в целом. За последние три года налоговые доходы консолидированного бюджета Республики увеличиваются ежегодно в среднем на 7,8%. По итогам 2017 года Чуваши занимают первое место по росту поступления НДФЛ среди субъектов Привожского федерального округа и шестое место по России. Что касается расходов бюджета, то за последние два года их рост составляет до более чем 10% ежегодно. Это выше среднего значения по России и Привожского федерального округа. Сегодня к специалистам этой сферы предъявляются очень высокие требования. Они должны обладать широким кругозором, хорошей реакцией, знать современное законодательство, причем не только финансовое, вести активный образ жизни и иметь здоровое чувство юмора. Именно поэтому уже который год День финансистов Чуваши отмечают КВН. Днем 16 сентября в городе Чебоксара в мусоросборной камере подъезда многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Богдана Хмельницкого, было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». В кратчайшие сроки установлена подозреваемая, в кею оказалась 17-летняя девушка, проживающая в указанном жилом доме. Подозреваемая допрошена в свое вино в инкриминируемом деянии, она признала. Расследование уголовного дела продолжается. Прерванный полет – дань памяти людям, искренне преданным самбо. Десять лет назад их ждали в Перми на открытии новой спортивной школы. Но «Боинг-737» разбился при заходе на посадку. Среди пассажиров этого злополучного рейса и представителей Федерации самбо. Вице-президент Владимир Погодин, генерал-полковник Геннадий Трошев, а также наш земляк, депутат Госсовета и мастер спорта Советского Союза Александр Трофимов. Этих людей мы никогда не вернем. Это невосполнимые утраты для нас, для всех. И для самбо, для Федерации. И с другой стороны, всегда мы говорили и подчеркиваем о том, что истории пишут личности. А любой вид спорта – это мощная, объединяющая сила. Их жизни оборвались на взлете, но планы и мечты героев не забыты. Отделения самбо открыты уже в десяти спортшколах региона. Самооборона без оружия привлекает все больше ребят. В республике растет и количество чемпионов. Самбо – это действительно наш российский продукт. Это вид спорта, который мы создали для себя, для своих людей, для своего народа. 16 ноября нашему виду спорта исполняется 80 лет. И дело, которое делали наши друзья, оно продолжается, продолжается в проектах. Сегодня мы запустили такой федеральный проект, называется «Самбо в школу». 750 общеобразовательных школ уже вошли в наш проект. Сын трагически погибшего депутата Госсовета пошел по его пути, как и отец Александра с юных лет увлекается самбо и стал мастером спорта страны. Мне было 20 лет, когда произошла страшная трагедия. Но уже в этом возрасте мой отец взложил во мне прочный фундамент и основные качества формирования личности. Мы помним, мы гордимся нашим отцом. Так было и будет всегда. У этих ребят пока все только начинается. Турнир «Прерванный полет» уже второй год подряд открывает новые имена. Побороться за награды этого турнира в республику приехали более 100 ребят из 15 регионов страны. В финале стартового дня на ковер вышел и воспитанник чувашской школы самбо Даниил Данилов. На домашнем ковре Даниил не подкачал. Самбиста из Уфы он поборол за 3 минуты и 45 секунд. Всего по итогам турнира в активе чувашской команды 3 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых медалей. Кроме наград финалисты получили путевки на первенство страны. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Яблоня, груши, виноград, а еще айва, абрикос, барбариса, лыча. Сад Петра Кудряшова из Урмарского района больше напоминает итальянскую провинцию. На своем участке садовод-любитель вполне успешно выращивает культуры, которые не характерны для чуваши. У меня сейчас в саду только плодоносящего винограда 70 сортов. 70 сортов круж, где-то 80 сортов яблонь, испытал я. Вот размножаю где-то 50 сортов. Ягоды у меня, земляника есть, два сорта, малина четыре сорта. В настоящее время. Слив сортов 10. Испытал больше, конечно. Самые лучшие оставил, 10 сортов слив. Алыча кибридная у меня. Пять сортов в настоящий момент плодоносят. Грецкий орех есть. Хочу вот персик попробовать. Попытки были, конечно, неудачные. Попытка, но я надежду не теряю. Найду какой-нибудь способ, технологию, буду выращивать персик тоже. Специального образования у Петра Кудрюшова нет. Зато есть огромное желание выращивать на родной земле полезные, экологически чистые ягоды и фрукты. Опытным путем он выясняет, какой сорт лучше приживется. А начиналось все с небольшого участка земли, где росло всего шесть яблонь. Новые саженцы покупал у родственников, соседей, позже стал выписывать семена по почте. Вот тут проявился настоящий талант селекционера. Из обыкновенного барбариса, к примеру, вывел новый сорт. Свой собственный – кудряшовский, ягоды которого больше обычных в два раза. Но главная гордость садовода – виноград. Каждый со своим неповторимым вкусом и ароматом. Здесь у меня растет винные сорта винограда. Первый сорт – это буффало, североамериканский сорт. Второй сорт – русский фиолетовый ранний. Остальные там – русский фиолетовый. Из них хорошее вино получается. Вот это мой любимый сорт. Сорт блестящий. Грозди попят сорт, 600 граммов бывает. Выше не бывает, но очень товарные. Осы почти не повреждают. Очень сладкий, мускатный, очень яркий мускат. Всем нравится. Выращивать теплолюбивые культуры помогает жена. Она и грядки прополит, и польет саженца. Теперь, когда оба вышли на пенсию, все силы и энергию отдают любимому делу. Садоводство для меня все, в буквальном смысле. Без сада я не могу жить. Я садом рос, всю жизнь работал. С бабушкой еще, с малолетства. Вот до сих пор, мне уже за 60, до сих пор я работаю в саду. Мне это нравится, придает силы. Я не устаю в саду. Я сутками могу работать в саду. Об урожаях Петра Кудряшова знает весь район. За солнечной ягодой к нему приезжают из самых дальних деревень. Но самые вкусные и сладкие гроздья достаются любимой жене, детям и внукам. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Мы данный спортивный праздник вместе с вами проводим уже 15 раз. Сегодня стартует вся Россия, вся Чувашия, все муниципальные образования. Это самый мощный, зрелищный, демократичный спортивный праздник. В прошлом году у нас общее количество участников по территории Чувашской Республики было более чем 61 тысячи человек. Рекорд побит. Краснации в Республике поддержали все муниципалитеты. На старты вышли более 70 тысяч человек. Массовый забег на 3 километра. В этом году трассу Кросса Нации проложили по московской набережной. Темп участникам задавал глава региона. С дистанции не сошел никто. Финиш у монумента матери-покровительницы. Признателен родителям, признателен учителям, бабушкам и дедушкам, нашим детишкам, школьникам и студентам и нашим дорогим ветеранам за то, что они ведут активный образ жизни. Они эффективны, они успешны. Для большинства горожан Кросса Нации становятся семейным праздником. Мы не первый год принимаем участие в Кроссе Нации, потому что мы с супругой в свое время, в молодости, активно занимались легкой атлетикой, занимали призовые места в своем районе. И даем пример своим детям, чтобы они также активно занимались спортом. Нам всем очень понравилось. Все выбрались на пробежку, зарядились энергией. Очень было круто. Еще один постоянный участник Кросса Нации, ветеран МВД Юрий Ильин. Ему за 70, но фору молодым готов дать запросто. К победе стремится и трехлетняя Вера. Правда, пока без помощи мамы не обойтись. Всегда участвуйте? Всегда. И в прошлом году из учеба бегали. Сейчас скажу, у нас еще брат побежит, да? Да. Это она, Лоса. Лоса! 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 Я заняла первое место и я со спортом дружу. Мне очень нравится. Я занимаюсь еще фигурным катанием. Подбеждать очень приятно. И самая длинная трасса для профессионалов. Им предстояло преодолеть 12 километров. Кросс-нации 2018 подтвердил, что в республике за спорт голосуют все больше людей. По этому показателю Чувашия в числе регионов-лидеров. Мы за спорт! Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Бахтияр Велиев и Александр Петров. Республика. Может, ты попробуй еще? В Севастополе прошли Дни Чувашской культуры. Мероприятия состоялись благодаря гранту президента страны, который Чувашский национальный конгресс выиграл в конце прошлого года. На священной земле, пропитанной кровью наших дедов и прадедов, мечтавших о свободе и единстве наших народов, на гостеприятной земле Республики Крым мы празднуем День Чувашской культуры. Историю страны, города или села создают судьбы людей. Это подтверждает и летопись поселка Сахарная Головка, где компактно проживают Чуваши. Он находится в Балаклавском районе, где в 70-х годах прошлого века студенты чувашских техникумов проходили практику. Со временем они решили остаться на Севастопольской земле. Наши девчонки приезжали сюда на практику. Зачастую они оставались здесь после практики, уже им здесь нравилось, они здесь нашли семью, создали свои семьи, дети здесь родились уже, уже несколько поколений наших, так скажем, Чувашей уже, третье или четвертое поколение даже получается. Большинство из нас приехало на место службы мужа, а остальные на строительство, на благоустройство Севастополя приехали. Сегодня в Крыму и Севастополе проживает более пяти тысяч земляков. Одна из них – руководитель чувашского общества «Любовь Тавлой». Не только сохранять, но и развивать чувашскую культуру и традиции. Такую задачу ставят перед собой чувашские объединения. А их на Крымской земле – четыре. А я пришла в Чувашскую обществу в 2006 году. С 2009 года я председатель, меня выбрали председателем Севастопольского национально-культурного общества. Надо сказать, что Чувашское общество – одно из ярких и активных в нашем Севастополе. А в Севастополе богат обществами. У нас их сейчас зарегистрировано порядка 34. И всех объединяет Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя, которая в этом году отмечает как раз свои 25 лет. Севастопольские чуваши поддерживают тесную связь со своей исторической родиной и всегда рады встрече с земляками. Вот и на этот раз Крымская земля с распростертыми объятиями приняла делегацию Чувашского национального конгресса. Счастья, благополучия. Мы вас очень любим. Приезжайте к нам по чаше. Нам очень-очень вас не хватает. Гости начали собираться за несколько часов. Видни Чувашскую культуру в рамках марафона «Многонациональная культура народов России» по федеральному грантовому проекту в Севастополе проходит впервые. И всем хочется встретить знакомых, пообщаться с земляками. На одной сцене увидеть и услышать чувашских артистов из родной глубинки, а также из Татарстана и Москвы такая возможность выпадает нечасто. Поэтому бурные аплодисменты каждому артисту. Для собравшихся были проведены мастер-классы по танцам, вышивке, поэзии и бисероплетению. В рамках марафона состоялся и круглый стол. Среди гостей были представители чувашских автономий Саратовской области, Татарстана и города Москвы, а также руководители разных культурных объединений Крыма и Севастополя. И когда мы выезжаем в регионы, особенно в регионы и дальние, Санкт-Петербург, Тюмень, Югра, и мы проводим эти открытые уроки, мастер-классы, люди со слезами на глазах, вы поверьте, они такие счастливые, что они прикасаются к той частичке своей родной культуры с малой Родины. И они говорят спасибо огромное. Делегация ЧНК побывала и у Вечного огня. В мемориале героической обороны Севастополя в годы войны возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Олесь Русакова, Зоя Яковлева из Республики Крым.